Добрый вечер! Сегодня воскресенье, 22 сентября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии дьякон Александр Черепенин. Коротко о главном. Петербург отметил 300-летие перенесения мощей святого Александра Невского. По случаю юбилея состоялось водное шествие с иконой князя и частицей его мощей. В Нижнем Новгороде прошел настоящий спортивный форум. Праздник силы, тела и духа посвятили празднуемому Александра Невскому юбилею. Певческие коллективы Екатеринбургской епархии приняли участие в 4-м хоровом фестивале имени священномученика Вячеслава Луканина. Век назад они жили и служили здесь, отстояли свою веру, а ныне предстоят Господу за родную землю. Память местных новомучеников почтили в городе Стародубе. Теперь более подробно об этих и других событиях. Масштабный общегородской крестный ход прошел по Невскому проспекту северной столицы в день памяти перенесения мощей святого князя Александра Невского. А в другой части Петербурга в этот день состоялось водное шествие с иконой святого Александра Невского и частицей его мощей. Оно двинулось по пути императора Петра I, который 300 лет назад стал инициатором переноса святыни в молодую столицу. К крестному ходу присоединились наши коллеги. Ровесник победы Петра над шведами, Благовещенский собор Шлиссельбурга, принимает архиерейское богослужение в день 300-летия перенесения мощей святого Александра Невского. Епископ Мстислав Тихвинский-Ладейно-Польский возглавил божественную литургию под старинными сводами, после чего напомнил пастве о личных качествах святого и правителя, воина и дипломата Александра Невского. Дипломатические военные заслуги перед Отечеством, служение Богу и народу заставили Петра I избрать его как защитника, молитвенника, помощника, подвижника земли русской. Струя новый град, град святого Петра, конечно, избрал его как человека, который помогал бы ему в его рабных трудах, защищая свой народ, избавляя захваченные земли от иноплеменников и тем самым укрепляя церковь, народ, Отечество. Крестный ход в праздничный день начался от собора, через памятник Петру I в Шлиссельбурге и пошел водным путем, точно таким, как 300 лет назад. Во главе шествия лаврская икона Александра Невского XVII века с частицей мощей святого. Первая остановка – крепость Орешек. Здесь целый год пребывали мощи благоверного князя на пути в Стольный град Петров. Притеченский собор не сохранился, но на его месте установили памятный камень. Владыка Мстислав осветил его. В Усть-Ижоре, на месте Невской битвы, где император Петр I встречал мощи святого, сегодня стоит храм и памятник благоверному князю. С берега крестный ход приветствуют верующие. Приветственный выстрел звучит с корабля «Полтава». Он и другие судна Петровского времени воссозданы специально для полноты атмосферы. Примерно так встречали святыню тогда. На Синопской набережной процессия сходит на берег, чтобы соединиться с Большим и Малым крестными ходами на площади. Реконструкция церемонии перенесения мощи святого Александра Невского, как и 300 лет назад, закончилась на этом самом месте, горячей молитвой верующих людей. Конечно, в то время здесь не было еще ни монастыря, ни тем более этого памятника. Но вот упование на святого благоверного князя ничуть не изменилось. Ты помолишь жизнь за нас, крестом наше благо. Торжества, посвященные 300-летию со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, возглавил святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Провидцем был князь Александр Невский. С одной стороны, дал бой тефтонским рыцарям и прочим оккупантам, а с другой стороны, строил свою политику таким образом, чтобы иметь поддержку с Востока, потому что понимал, что те, кто на Востоке, нуждаются только в наших деньгах. Ну так, образно выражаясь. То есть в наших материальных благах Руси. А вот те, кто наступал с Запада, им душа наша была нужна. Им нужно было порабощение, которое они представляли себе, как включение Руси в их систему государственную, а значит и в систему ценностей, которые же в то время, не говоря о сегодняшнем дне, были так далеки от наших ценностей. Традиция масштабно отмечать День памяти святого Александра Невского идет из глубины Елизаветинской эпохи. С большим перерывом она возобновилась в наши дни. Это десятый по счету крестный ход 21 века. Но водный путь святыни повторили впервые. Реставрация вот этих событий, костюмированная такая реставрация. И, конечно, постоянно звучали слова молитвы. Вот это все было потрясающе. Интересно и содержательно. И я просто переполнена такими, знаете, и благодатью, и эмоциями. Эмоциями от того, что я приняла участие в этом событии. Напомним, 300 лет назад причиной для перенесения мощи Александра Невского стало желание императора Петра I увековечить победу в Северной войне. Спустя столетия мы видим, как это событие изменило духовную жизнь страны и ее жителей. Вера и спорт не противоречат друг другу. Это еще раз доказали всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Репортаж Сергея Мазина. Вторые всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде открыты. 2000 участников, 69 команд из 68 регионов. Формулирование смыслов, состязания, общения. Это пять дней, которые в чем-то стоят года. Настоящий праздник спорта. 8 тысяч зрителей в день памяти Александра Невского. Началась церемония открытия масштабного праздника с молитвы. На сцене хор духовенства Нижегородской митрополии. Благоверный княже Александре И в Риме боле не верит. Вера и спорт. Необычный формат, созданный в ответ на вызовы времени. Каждый день соревнования, молитвы, круглые столы, физические упражнения соседствуют с работой мысли и развитием смыслов. Детей надо воспитывать победителями. Они даже застучат на результат и влюбим к своей земле, к своим традициям. Вот представьте себе, сегодня почти 7 сестра регионов прибыло. Они уедут в Нижний Новгород, и реку-реку Волгу, Аку. Между собой пообщаются. Друзья, друзей получат новость. Это и соборность, единение и согласие. Россия без единения и согласия не устоит. Первый день форума «Вера и спорт» – глубокая интеллектуальная работа. Лучшие умы страны – священники, философы, педагоги – рассуждают о нравственности, о Боге, о современных технологиях и защите традиционных ценностей – 12 площадок. А участники соревнований – дети, подростки – слушают. И просто так здесь из чата не выйдешь. Ведомая Александром борьба с Западом имела характер религиозной войны или войны цивилизаций. Рассуждения об искусственном интеллекте, литургия, разминка и подготовка к будущим победам – так были заполнены первые два дня форума. Цели установки были тоже объемными. Не только победить в играх, но и обрести смысл жизни. Человечество не может жить без морали и нравственности. Обосновать логически мораль и нравственность без включения Бога в уравнение просто невозможно. Ну, кто бы не пробовал, не получалось. Духовные наставники поддерживают и направляют юных атлетов во время соревнований и тренировок. И это тоже особенность этого форума – этих игр «Вера и спорт». «Вера и спорт» – это здесь соединяются. На этой площадке мы даем образец. Вот, допустим, слава Богу, у меня есть влияние на моего духовника команда. Вот отец Валентин сидит. И он команду готовил в течение года. И они приехали сюда. И сегодня все поисповедались и причастились. Вот это результат. Это уже то, к чему должны мы прийти. Но хотя бы, чтобы был этот духовник, чтобы ребята знали его, это минимум для того, чтобы эти игры вообще реализовали свою задачу. Более того, эти игры стали объединяющими не только для православных христиан из регионов страны. На берега Айки и Волги съехались спортсмены, исповедующие традиционные религии России. Мы дружественные страны, хотят именно, чтобы у нас проблемы были внутри, в России, межнационально, межконфессионально. А мы, наоборот, должны показывать свое единство, что мы вместе. Когда мы вместе, у нас единство, и у нас показываем силу этим нашим дружеским народам. Грандиозная церемония открытия игр, начавшаяся с парада команд, завершилась масштабным концертом. Замечательные арии из опер Глинки, римского Корсакова, других замечательных российских композиторов XIX века. А то, что касается XX века, мы решили взять общую, известные, любимые всеми песни, как военных лет, так и песни начала XX века, такие как «На сопках Манчжурии», «Прощание славянки». Музыкальные номера сопровождались визуальными проекциями на фасаде собора. В программе игр шесть основных дисциплин. Баскетбол 3х3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол. Также запланирован турнир по онлайн-шахматам и фестиваль по фиджитал-хоккею. Победители получат переходящий кубок святого Александра Невского. Чаша кубка – перевернутый воинский шлем с фигурой святого и вензелем предстоятеля Русской Православной Церкви. Кубок был изготовлен златоустовскими мастерами. По благословению епископа Нижне-Тадильского и Невьянского Феодосия в Спасопреображенском соборе города Невьянска прошел 4-й епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина. В нем приняли участие 10 хоровых коллективов Екатеринбургской митрополии из Невьянска, Нижнего и Верхнего Тагила, Екатеринбурга, Кировграда, Новоуральска, Серова. Всего около 160 участников. Подробнее о событии в сюжете Ольги Аверкиевой. Площадкой для проведения мероприятия является Спасопреображенский собор Невьянска. И это не случайно, ведь в начале 20 века здесь служил святой покровитель города, а также регентов и певчих. Фестиваль у нас посвящен нашему священномученику Вячеславу, который был сам певчим, организовывал хоры, пел в хорах. И вот, как говорит священное писание, всякое дыхание хвалит Господа. И это хваление Богу в таком большом хоре, в таком большом красивом храме, оно, конечно, возвышает людей к Богу и направляет их для жизни вечной и для благочестивой жизни на благо нашего Отечества и нашего области. Всего полгода он здесь был с февраля 2018 года по август 2018 года. Но он действительно оставил глубокий и существенный след в истории нашего города, церковного пения. И несмотря на то, что его земной путь закончился, его дальнейшая жизнь продолжается сейчас здесь, и мы продолжаем ее традицией вот этого хорового фестиваля. Праздничный фестивальный день по традиции начался с божественной литургии, которую совершил епископ Феодосий в сослужении духовенства Екатеринбургской митрополии. За богослужением пел сводный хор участников фестиваля. Вообще такое впечатление даже на службе сложилось. Ну так получилось, что сегодня пепчих было гораздо больше, чем, скажем, просто прихожан. И по сути, как бы даже так пел весь храм. И евхаристический канон, символ веры, ну как это часто бывает. Действительно люди пели едиными усты и единым сердцем. По окончанию богослужения состоялся торжественный концерт, в ходе которого прозвучали духовные песнопения. Каждый хоровой коллектив исполнил по два музыкальных произведения. С каждым годом хоровой фестиваль растет по числу участников и по географии. Если в первом участвовало всего четыре коллектива из Невьянска и Нижнего Тагила, то в этом году их было десять. Для одних это мероприятие уже традиция, для других новый опыт, для третьих планы на будущее. Все равно почерпываешь что-то такое новое для себя. Где-то технику возьмешь, где-то особенности какие-то все равно. Ну и самое главное, что это объединяет, объединяет города, объединяет людей. То есть понимать, что ты не один такой, да, там где-то в храме, что много таких людей, которых объединяет одно дело общее. Частью в этом фестивале, прежде всего, конечно, показать нашу старообрядческую культуру и традицию. Мы поем уральской традицией, это своя такая напевка своеобразная. И хотелось бы, чтобы ее также другие послушали, сравнили. Ну и, конечно, мы должны поддерживать друг друга. И когда мне предложили поучаствовать, конечно, с удовольствием согласился, поговорил со своими прихожанами, они также откликнулись. Мы все люди православные, все приехали, да. Кто-то служит по древнему обряду, кто-то по новому обряду, но мы все вместе. Я приехала, чтобы получить какие-то новые идеи, чтобы, скорее всего, мы организуемся и в следующем году подготовим достойную программу и приедем на этот фестиваль все-таки поучаствовать. А еще одной из основных задач фестиваля является возрождение богатой певческой традиции нашей церкви. К сожалению, певческая культура, она стала угасать. Она угасает в народе, она угасает в семьях. И можно сказать, что вот такие фестивали – это такие острова. Вот если около этих островов мы будем собираться, мы будем видеть, как мы работаем, что мы поем, сколько нас. И, может быть, подрастающее поколение придет учиться церковному пению, потому что мы обладаем колоссальным богатством и сами не знаем, какими драгоценностями мы обладаем. Завершая фестиваль, владыка Феодосий поблагодарил участников за стройное и воодушевленное пение и вручил им сертификаты и памятные подарки. В Общественной палате России прошла конференция по запуску проекта «Духовный кластер» в Астраханской области. Проект реализуется благотворительным фондом поддержки возрождения русской церковной архитектуры и на тех 21 и партнерами при поддержке правительства Астраханской области и Астраханской епархии и разрабатывает концепцию создания культурного кластера вокруг знаменитого воссоздаваемого монастыря Высокогорской Успенско-Николаевской Чуртинской пустыни, рассказывает Эльвира Гордеева. Представители законодательной и исполнительной власти, предпринимательского сообщества, социальных структур, инвестиционных компаний, общественных организаций, духовенства собрались в конференц-зале Общественной палаты России, чтобы обсудить не имеющий аналогов инвестиционный проект по реставрации Чуркинского монастыря у деревни Ильинка. Знаменитая Высокогорская Успенско-Николаевская Чуркинская пустыня основана еще в 70-х годах XVI столетия преподобным Кириллом, игуменом-строителем Астраханским. Возрождению былого величия древней обители и созданию вокруг нее большого туристического кластера и была посвящена встрече. Монастыря очень большой был. Раньше, как было сказано уже, это не шутка, это 5000 человек-паломников поезжало туда в сутки, каждый день. У них были свои пароходы, в этом монастыре они ходили по Волге, с Астапани, была своя пристань, свои заводы. Там было 3500 икон очень уникальных. В двух пустах Серафима Савуцкого, в половинках гостя, господи Афиши Тернового Венца, Николая Старковича, Датворца, Духовитова и Стеклава. То есть очень много было святынь, которые находились в этом монастыре. В 1922 году из этих 3500 комиссия по изъятию церковных ценностей нашли в обители лишь 150 икон. Другие святыни тоже бесследно исчезли и, возможно, были надежно спрятаны монахами от расхитителей. Вопрос где? До сих пор он остается открытым. Проведенные фондом георадарные исследования стали сенсационными. Мы нашли 14 полостей под монастырем. Мы нашли очень большой противный ход, тянущийся через вот это в углу, в острове, там несколько километров. Мы нашли зал под монастырем. Нишу, это 78 метров длиной, 14 метров высотой. Это станция метров практически под землей, не заблокленной водой. Гостям встречи был представлен фильм «Душа Астрахани» об истории и сегодняшнем дне Высокогорской Успенской Николаевской Чуркинской пустыни. Были заслушаны доклады по различным сегментам проекта. Цель организаторов не просто возродить святую обитель, но и сделать ее центром духовной жизни, паломничества и туризма. По проекту туристический кластер на Чуркинском острове будет включать монастырь как центр духовного притяжения с созданием вокруг него паломнических центров-гостиниц, музей, призванный стать культурным центром по сохранению художественного наследия. В окрестностях монастыря предполагается построить около 500 жилых малоэтажных домов для переселенцев с новых территорий и создание для них различных производств. Обустроить причал для организации пароходных туров в монастырь из Астрахани, открыть реабилитационный центр для воинов СВО и многое другое. Проект «Духовный кластер» в Астраханской области вызвал большой интерес у участников дискуссии, многие из которых готовы, вооружившись свежими идеями, транслировать в том или ином виде разработки комплексного подхода к строительству храмов благотворительного фонда «Иннотех-21» у себя в регионах. Мы в Манчегорске строим духовный просветительский центр святителя Спиридона Тримефонского и небольшой просветительский центр. У нас будет иконописная мастерская, может быть, какие-то еще духовные курсы. То есть как-то подойти комплексно. Понимаете, для нас это очень интересно, такой духовный кластер. Может быть, какие-то идеи по «Душе Астрахани» воплотить у нас на севере. На восстановление исторического облика монастыря потребуются значительные вложения, а работы займут не менее пяти лет. 110 лет назад, в 1914 году, русским солдатам, участникам Первой мировой войны перед Варшавско-Ивангородской операцией явилась Пресвятая Богородица. В память об этом событии был написан августовский образ Пречистой Девы. Старинная чудотворная икона пребывает в Свято-Вознесенском Кременском мужском монастыре. В день чествования августовского образа божественную ритургию в обители совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. В живописном месте на берегу реки Дон, недалеко от станицы Кременской, в 1693 году был основан Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь. И это одна из старейших обителей Всевеликого войска Донского. По преданию, на этом месте еще во времена Ермака подвязалось в пещере семь монахов, пришедших к Соловкову. А сегодня главной святой монастыря является Августовская икона Божьей Матери. Написание этой иконы предшествовало документально зафиксированный факт чудесного явления Божьей Матери во время Первой мировой войны пред русскими солдатами. В ночном небе появилась яркая звезда, потом на ее месте образ Богоматери с младенцем на руках. Правая рука Богородицы указывала на запад, в сторону города Августова, ныне территория Восточной Польши. Явление длилось недолго. Когда оно стало бледнеть, на ее фоне появился крест из облаков. Потрясенно увиденным, солдаты истово молились. На следующий день под Августовым разыгралось огромное сражение, в котором была одержана первая победа русских в той войне. Богородицы увидели сотни солдат и офицеров. Это событие было описано в газетах и журналах того времени. О нем доложили императору Николаю II. Оно легло в основу написания иконы Божьей Матери, именуемой Августовской, которой в наши дни можно поклониться в Кременском Вознесенском монастыре. Икона написана в ноябре 1915 года на средство казачьих станицы Кременско-Почтовой в знак благодарности за спасение воинов. Под ней подпись 52 казаков, свидетелей чудесного явления Божьей Матери на поле сражения. Пресвятую Богородицу почитают на Руси издревле. К ней утешительница и заступница прибегают в самых сложных ситуациях. Однако сто лет назад, когда помутился разум народного сознания и начались массовые гонения на церковь, иконы Богородицы, как и многие другие святыни, безжалостно уничтожались на всей территории страны. О тех страшных годах напоминают сохранившиеся до наших дней старинные крепления четырехъярусного иконостаса, уничтоженного после того, как в 1918 году монастырь был закрыт большевиками. Такая же участь могла постигнуть и августовскую икону. Чудесным сохранением этого старинного образа мы обязаны настоятельную монастыря архимандриту Батилиймону, который унес ее из оскверненной обители и хранил всю свою жизнь. А чтобы было проще прятать в советские годы, разъял на две части. Вернулась икона в Свято-Вознесинский Кременский монастырь только в 1992 году, после того, когда обитель была возвращена церкви. Обращаясь к присутствующим с архипастерским наставлением, Владыка Феодор сказал о великой помощи Богородицы, заступнице и молитвеннице о наших грехах. Вот и сегодня мы поспесуем благодарственное Божьей Матери за ее помощь, заступление, спасение наших земляков и предков, которые она устроила год городом августа. И надо сказать, что это спасение чудное произошло не только, может быть и не столько по молитвам самих воинов, сколько по молитвам их жен, матерей, дочерей. Прошло более ста лет, и снова на территории бывшей Российской империи рвутся снаряды и свистят пули, внося жизни лучших сынов нашего Отечества. И снова, как более века назад, матери и жены просят Богородицу уберечь их близких от гибели, и отзываясь на жаркие молитвы, она приходит на помощь. После богослужения праздник августовской иконы Божьей Матери продолжился на территории монастыря межрайонным Кременским фестивалем «Православный Дон», который собрал творческие коллективы из разных районов Волгоградской области. Приветствую участников Владыка Федор сказал о великой миссии России – сохранении в мире православной веры, русской культуры и традиций. Русские православные люди являются солью земли, которая не только дает вкус жизни всем остальным, но и сохраняет от разложения, от тления грехолюбивый огубный мир. Нет ни одной страны в мире, где бы просияло столько святых, как на русской земле. Тысячи святых угодников божьих, мучеников, исповедников, праведников и чудотворцев являются примером для православных людей. В Клинцовской епархии в городе Стародуб прошли торжества в честь прославления в лике местночтимых стародубских святых. Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова возглавил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Ежегодное архиерейское богослужение собрало под сводами храма множество верующих. Епископа Владимира встретила православная молодежь, приветствовав владыку по русской традиции хлебом с солью. Родители с младенцами, убеленные сединой прихожане, все они пришли прославить в молитвах местночтимых святых за веру и правду пострадавших. Мы прославляем стародубских святых, хранить память о этих святых людях особенно важно для тех, кто живет на той же земле, где проходил их духовный путь. Город Стародуб издревле отличался крепкими православными устоями. После октября 1917 большое влияние на укрепление его жителей в противостоянии натиску безбожия оказал местный архиерей епископ Стародубский Дамаскин. В 1929 году по Стародубу прокатилась первая волна массовых арестов духовенства и мирян. В октябре и ноябре 1937 также были арестованы некоторые стародубские священники. Протерии Александр Левицкий и Митрофан Корницкий, иереи Алексей Тютюнов, Иоанн Никольский, Корнирий Уделович. Все они не признали себя виновными в вымышленных обвинениях. И все были приговорены к расстрелу с конфискацией личного имущества. Приговор был приведен в исполнении в том же 1937 году в городе Клинцы. А спустя 20 лет они были реабилитированы. После литургии, духовенства и миряния совершили крестный ход вокруг храма. Архипастер окропил святой водой присутствующих. После владыка Владимир обратился к молящимся, акцентировав внимание на слова Христа, когда он называет Бога Отца виноградарем, себя виноградную лозой, учеников своих и всех верующих ветвями этой лозы. А плодом веры является виноградная грусть. И вот надобушники стародушники, они как раз и являются великими литвями, рожьими, на лозе Христовым. И они дали добрый слот исповедничества и лучничества во имя Христов. И вот благодаря их плодам, их подвигу, мы с вами сегодня относительно благодетствуем. Находимся в стране, глава которой сам является человеком верующим. Мы свободно исповедуем свою веру, свободно входим в Храм Божий, никого не боимся, а ведь были времена другими, когда захождение в церкви могли и репрессировать, и даже решить жизнь. И вот новомученики стародушники не испугались. Неопалимая Купина – чудотворный образ Божьей Матери, один из самых известных в России. Икона издавна почитается как лик Божьей Матери защитницы от стихийных бедствий, особенно от пожара. Отмечался на неделе праздник в честь этой святыни. Отмечали этот день и российские спасатели, для которых это ведомственный праздник. В Славгороде в этот день состоялся молебен в храме апостолов Петра и Павла, который возглавил правящий архиерей. Тот, кого долг службы обязывает бороться с пламенем, всегда в опасности. Может, поэтому среди пожарных немало верующих. Легче идти в огонь, имея духовную поддержку. Епископ Антоний благословил их на труды по спасению людей из чрезвычайных ситуаций. Желаю здоровья вам, близких ваших пускай Господь хранит и молитвы Божьей причистит свою мать и ваш дом ваших родней виски и свадьбе. Дай нюх за Господь. На богослужение пришли все желающие сотрудники МЧС. Год от года таких участников все больше. Молились сотрудники главного управления отрядов Федеральной противопожарной службы и ветераны. Архипастер окропил всех святой водой. С молитвой обошли и строй спецтехники незаменимых помощников сотрудников МЧС. Этот сентябрь ознаменован для православной Москвы событием значительным и торжественным. Столица встречает честные мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой. Радость встречи со святыней переживали прихожане и паломники в храме святой преподобной Ефросиньи Московской в Котловке. Туда был принесен ковчег с частицей честных мощей покровительницы земли белорусской. Сюжет Галины Ледвиной. В храме преподобной Ефросиньи Московской под звон колоколов и пение хора святыня была торжественно встречена с собором духовенства. Ковчег с частицей мощей святой Ефросиньи Полоцкой установлен в центре храма для поклонения. В присутствии многочисленных прихожан был совершен молебен покровительницы белорусского народа. Я посмотрела жития более подробно. Конечно, очень впечатлилась силой и мощью вот этих русских святых средних веков. Там, 14 век. Конечно, такая невообразимая мощь какая-то, наверное, уже недоступная и я не могу об этом судить и для современных людей, но то, что мы можем почувствовать эту силу, потому что когда служится молебен, когда стоит ковчег, когда люди прикладываются, не может быть в стороне события. В российские пределы из Беларуси святыня принесена по случаю 920-летия со дня рождения преподобной Ефросиньи Полоцкой, основоположница русского монашества на Руси. В этом же году отмечается 155 лет со дня канонизации другой святой преподобной Ефросиньи Московской, которая, как полагают некоторые историки, приняла монашеский постриг в честь Ефросиньи Полоцкой. Имена этих святых жен, двух великих Ефросиньи, сохранены на страницах церковной истории и запечатлены в памяти народной, как имена выдающихся деятельниц отечественной истории и культуры. В нашем храме, храме преподобной Ефросиньи Московской, хранится часть ее мощей, часть ее монашеского пояса. Так что, воистину, сегодня была такая необыкновенная встреча, духовная, на самом деле, встретились две святые жены. Преподобная Ефросиньи Полоцкая считается основательницей, что ли, женского русского монашества, но, наверное, главный ее подвиг в этой верности православию в том, что она совершила такое необыкновенное путешествие, мы знаем об этом, то, что она была миротворец, она всегда старалась помирить русских князей, потому что междоусобица, увы, была и в то время. И Полоцкая игумень, и Московская княжна сочетали в себе великое христианское благочестие, будучи образованнейшими людьми своего времени они считали наиболее важным преуспеяние в жизни добродетельной. Такое событие, важное событие, он всегда напоминает о том, что мы должны быть вместе, что мы должны быть едины, что мы должны друг другу помогать и исполнять волю Божию. Опять же, единение, единение в Боге. Преподобная Ефросинья Полоцкая для сердца каждого верующего устроительница храмов и монастырей, миротворец и просветитель, преподобная угодница Божия, но прежде всего теплая молитвница, скорая на всякую помощь. Мы очень любим матушку Ефросинюшку Московскую. Когда узнали, что будет еще матушка Ефросинюшка Полоцкая, ну, тут грех не прийти. Отложили все дела. Мы пришли помолиться о нашей стране, о тех ребятах, которые сейчас там. Сложно, страшно. И, конечно же, семья, чтобы был мир везде, не только в стране, в семье, в каждой семье, чтобы были счастливы дети. В четверг, 19 сентября, ковчег с мощами преподобной Ефросиньи Полоцкой из храма в Котельниках торжественно перевезут в Донской монастырь столицы. С сентября по октябрь мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой также будут принесены в монастыри и храмы Смоленской, Калужской, Подольской, Коломенской, Рязанской, Владимирской и многих других епархий России. В Брестской епархии состоялись торжества, посвященные 345-летию со дня обретения мощей преподобного мученика Афанасия Игумена Брестского. Центром празднования памяти молитвенника и покровителя Берестейской земли традиционно является Афанасиевский мужской монастырь, основанный на месте мученической кончины Подвижника. В день праздника по улицам Бреста прошел традиционный крестный ход, участники которого затем молились за божественную литургию в Афанасиевском мужском монастыре. Возглавил богослужение митрополит Минский Изославский Вениамин. Патриаршему экзарху всея Белоруссии сослужили архиереи из России и управляющие белорусских епархий. И зрес небес и божий виш и святой Афанасий родился в 1597 году на территории современной Белоруссии вскоре после объявления Брестской Унии. Это были годы тяжких испытаний для православных. Многие тогда сменили веру. Но игумен Афанасий жизнь свою посвятил борьбе против Унии и за торжество православия на своей родине и за это мученически пострадал. По окончании литургии владыка Вениамин вознес молитву святому Афанасию. К тебе мы ныне как теплому нашему заступнику и скорому помощнику молитвенно прибегаем из глубины сердца взываем. Затем с приветственным словом к архипастерям и ко всем молящимся обратился архиепископ Брецкий и Кобринский Иоанн. Размышляя о сегодняшнем дне можно сказать о том, что всегда актуально единение, всегда актуально единство. Преподобный мученик боролся за это единство, за это единение в святой вере православной. Боролся за то, чтобы наши три единые народы белорусский, русский, украинский народ были бы вместе в одной церкви и в одной православной вере. за что и пострадал даже до смерти. Как отметил владыка Иоанн, это очень важно, особенно если в вере и единении воспитывается молодежь, которая будет передавать эти ценности из поколения в поколение. Глава Брецкой епархии поблагодарил митрополита Вениамина за первосвятительский визит и поздравил с праздником. Желаю вам крепости сил духовных нести непростой крест первосвятительского служения здесь на Беларуси, вести корабль, наш корабль, можно сказать так, лодку великого корабля русской православной церкви вести ко спасению с тем, чтобы мы идя за вами, народ наш идя за вами, все однажды встретились бы в царстве небесном. В свою очередь митрополит Вениамин отметил, как радостно при большом стечении народа встречать праздник в честь святого Афанасия на месте, где он закончил свою земную жизнь, где было посеяно им семя веры, дорогое богатство Брестской земли. Не дай Бог, чтобы Брестская земля и впредь приносила добрые плоды, украшала нашу землю духовными плодами. Добрыми, здравствными примерами, которые пусть воодушевляют соотечественников и свидетельствуют о красоте Брестской земли, свидетельствуют о красоте православия и богатстве нашей веры отеческой. Владыка Иоанн вручил митрополиту Вианиамину икону архидиакона Никифора Контакузина, также ревностного защитника православия и борца против Унии в 16 веке, а ныне покровителя Белой Руси. А митрополитам Тверскому Кашинскому Амбросию, Пензенскому Нижеламорскому Серафиму, епископу Молодечнинскому Столпцовскому Павлу, а также генеральному консулу Российской Федерации в Бресте Олегу Юрьевичу Мурашеву были вручены пархиальные медали за заслуги перед Брестской епархией. Такой запомнилась уходящая неделя, а теперь коротко о том, какие важные даты церковного календаря ожидают нас на предстоящей неделе. Завтра, 23 сентября, День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 24 сентября преподобных Сергий Германов Алаамских, преподобного Силуана Афонского. 25 сентября отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, День памяти праведного Семена Верхотурского. 26 сентября в четверг Воскресение Славущее, память освящения Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. 27 сентября в пятницу Воздвижение Креста Господня. В субботу 28 сентября День памяти великомученика Никиты Готского, апостола первомученика архидиакона Стефана. Воскресение 29 сентября День памяти великомученицы Ефимии Всехвальной и праведного Алексея Московского. На этом время нашей программы подошло к концу. Прибывайте с Богом, поддержите Союз. Всего вам доброго.